Музыка Обманутые дольщики в очередной раз сказались обманутыми Вот уже в дворе 6 октября, между тем, ни майская 2, ни тем более сосновая 2 и сосновая 6-8 Не строится, не вводится в эксплуатацию и пока еще идет ожидание Вот сейчас мы можем взглянуть, например, на сосновую 2 Соответственно и снаружи дома видно, что все окна открыты Давайте сейчас посмотрим внутри Вот абсолютно очевидно, что стены сырве Это верхний этаж, это абсолютно понятно, что штукатурка даже Осыпается от сырости Вот у нас крыша Открытые балки, которые практически год уже мокнут под дождем И, соответственно, тоже подвержены Потом будут, может быть, гниению Кстати, вот из окон сосновой 2 Мы можем взглянуть на недостроенную сосновую 6-8 Наверное, сейчас самое время задать вопрос дольщикам, что они думают по этой ситуации Давайте обратимся к ним Ситуация складывается следующим образом На стройке не ведется, на нашей конкретной стройке не ведется никаких работ Разговоры с нами построены в таком неопределенном виде То есть кормят завтраками В разговоре, что очень неприятно с Песковым Александром Дольщицы слышат, что мы проведем собрание и вообще признаем ваш дом аварийным Вы вообще ничего не получите Или же мы через 2 недели начнем Может быть То есть денег нет И не надо никаких копошений, шевелений Потому что вы действуете во вред стройке Вот таким образом стоят дела И мы, в общем-то, не знаем, что ждать дальше На данный момент поняли, что в преддверии выборов Наши копошения мелодейственные То есть заместитель губернатора Луценко У меня есть конкретно его обещание в газете «Наша Вологда» Где он говорит, что майскую 2 сдадут 15-го А сосновая 2 будет сдана к Новому году Дом должен быть сдан, мы договорились, с застройщиком где-то ориентировочно 15-го сентября Второй дом сосновая 2, значит, до конца года Поэтому мы сейчас будем держать ситуацию на контроле Сейчас господин Луценко стал председателем законодательного собрания Вологодской области, но между тем он не снимает с себя обязательств По помощи обманутым дольщикам Что я почувствовал? Почувствовал большую ответственность, естественно Но тем не менее, несмотря на это, те проекты, по которым я не завершил дела Или те обязательства, которые я брал в кассе заместителя губернатора По социальным вопросам Это были мои, в том числе, личные обязательства перед жителями региона Поэтому я буду держать под контроле Это касается жилья, обманутые дольщики, тема, которая начинается сейчас активно муссироваться Наверное, сейчас самое время напомнить господину Луценко о данных им обещаниях И обратить его внимание на то, что говорят жители На сегодняшний день ситуация с домом такова, что на дворе осень Сентябрь был очень дождливым Крыша обещанная нам до сих пор не смонтирована Дом заливает, видно по потекам на доме Как уже до второго этажа в некоторых местах вода уже проникла в дом Мы переживаем за то, что в перспективе, возможно, плесень будет в квартирах Как потом просушить этот дом Более того, народ вообще на грани отчаяния многие Еще один объект недостроя СУ-13 Это Сосновая 6-8 Она состоит из трех частей Первая часть еще на уровне фундамента За забором фундамент не видно Вторая часть Выполнена кирпичная окладка до уровня третьего этажа И на этом закончилась И третья часть Это возведены стены до крыши Самой крыши И вот просто люди многие на грани отчаяния Готовы уже к каким-то таким крайним миром Вплоть до голодовок с некоторыми я общалась Вплоть до палаточного лагеря Можно что-то предпринимать Правительство области нам обещало Обещания свои пока не выполняют Мы придем 11 октября в 19 часов На встречу с обманутыми индольщиками В поселок Кувшинова Но закончить наш репортаж хотим Словами господина Кувшинова Желание добиваться результата Не просто работы Именно добиваться результата Потому что многие у нас ходят на работу А результаты бывают разные Редактор субтитров А.Семкин